Субтитры сделал DimaTorzok Эвенезер. Эвенезер это место, где собрались евреи воевать с юристинлянами. Идет имскру 12 век до новой эры. 12 век до новой эры это еще эпоха судей. То есть стоит Скиния в Шило, главный первосвященник первый Эли и два его сына, которые плохие, которые воруют там мясо из чужих котлов. И за которых, собственно, перестали ходить в Шило как в Гобу. То есть Шило опустело. И берут два сына Ильи, идут на войну с юристинлянами и берут с собой самое дорогое, что есть у евреев, они берут с собой ковчег завитов. И радостные крики евреев, которые собрались здесь, вот ровно на этом месте, и увидев, что с ними ковчег, они понимают, что с ними Бог, что будет победа. И идут радостные крики евреев, и слышат целестивляние, которые находятся в Афеке. И археологи проверили, действительно громко встречать, и не то услышали. То есть в Афек, где-то 3-4 километра отсюда, слышно крики евреев, и ковчег находится здесь, но ковчег не помог. И битва проиграна. Битва проиграна, ковчег захвачен. И отсюда отправляется гонец, бегом-бегом бежит Шило, это несколько десятков километров, чтобы сообщить, что вот-вот селестивляне будут Шило, что битва проиграна, что два сына Ильи убиты. И он таки добежал, и он в разорванной одежде, как это делается, когда сидят шива поумевшим, у него голова посекута пеплом, то есть не остается никаких сомнений, какие вести он несет еврейскому народу. И Ильи, услышав все самые страшные вести, в чем последнее, что он слышит, что ковчег захвачен, Ильи падает мертвым. И дальше селестивляне наступают, наступают туда в горы, то есть селестивлян мы видим уже и в Мехмасе, и в Гиве, и в общем-то высоко на горах. Когда-то граница проходила здесь, то есть мы как раз находимся на последних холмах перед низменностью. Место это Эвенезер, это еврейское поселение, раннее, раннее такое периода Судии, и дома здесь, которые построены, они называются арбомерхавим, то есть четыре пространства. Вот это вот все дома здесь построены по одному типу, вот эти вот дома, четыре пространства. Есть здесь много хранилищ для самого разного урожая, вот это вот все хранилище. Сейчас я вот так направлю, чтобы было видно ямы. Многочисленные хранилища. То есть собирали здесь евреи урожай. Чисто еврейское строение это арбомерхавим. Никто так больше не строил. Причем одно из предположений, что эти четыре пространства в доме, они нужны были для того, чтобы когда женщина в состоянии, ну вот такой нечистоты, ритуальной, у нее было свое место в доме. То есть это была комната узкая одна, комната узкая другая, комната узкая третья. И посредине был открытый двор для скота, который загоняли там, например, в плохую погоду или на ночь. Так что типичные дома арбомерхавимы здесь найдены. Все они одинаковые. То есть это все катар, это все место одного и того же исторического периода. И сейчас мы подойдем к самой главной находке здешней. То есть находку как таковой мы не увидим, мы увидим только то, что про нее написано. А написано про нее следующее. Здесь 22 буквы еврейского алфавита. Притом, что последняя строчка написана лучше, чем предыдущая. То есть у археологов мнение такое, что это оригинал, который очень официальный. Он пишет, что лучше и лучше в разных строчках. И мы творим сегодня как 12-й археолог. Но на Лиге нахозрухник какой-то поселочек, который хотел с хозяйством. То есть это не царские действия, это не царский дворец. Это обязательная грамотность среди самопростого еврейского населения. И до нахождения здесь вот этой таблички считалось, что алфавит мы у финикийцев заимствовали. После нахождения этой таблички здесь понятно, что финикийцы заимствовали алфавит у евреев. И евреи первые, кто начали пользоваться алфавитом письмом. И скорее всего это часть синарского отправления о том, что учили евреи еще 40 лет. Пока ходили по Синаю, они учили не только полученные учения, но и учились читать и писать через алфавит. То есть настоящая школа еврейского народа. Вот если мы пойдем еще чуть дальше, мы увидим многочисленные ямы. Вот сюда, вот так. Многочисленные ямы для сбора. И то, в каком состоянии находится это удивительное историческое место, оставляет, конечно, желать лучшего. И в частности, вот тут посмотрите на картинки, на картинки жизнь деревни того периода, еврейская деревня, 12 век до новой эры. Как здесь несут в эти многочисленные сборники для зерна, для урожая, несут этот урожай. И, кстати, стены даже нет у этого поселочка. То есть это поселочек на границе с филистией, с филистимлянами, который живет вот таким сельскохозяйственным образом жизни, и который становится местом боя с филистимлянами, решающего боя, после которого захвачены Творческие заветы и шило захвачено. В общем, тяжелые времена пошли после того, как проиграли здесь битвы. Ну вот, собственно, более-менее все. Находится сегодня прямо буквально на пересечении 6-го шоссе на повороте на Руша-Ай. Добраться сюда непросто, но об этом как бы отдельно будут объяснения. Добраться сюда! Субтитры создавал DimaTorzok